Всем доброго и бодрого времени суток, друзья и товарищи ТГРовцы. И наши зрители, конечно же, с вами Рим. Продолжаем читать про пятую Алису. Продолжаем смотреть этот странный сон. И непосредственно принимать в нем участие. Здорово, когда во сне ты можешь хоть на что-то повлиять и делать какие-то выборы. Может быть, не особо влияющие на сюжет, а может быть, как раз таки и особо. Этого я пока еще не знаю. Что у нас было в прошлой серии? Мы узнали про нашего товарища Алина, про его нелегкую судьбу, про проклятие и все в таком духе. Также узнали про какого-то Неа Уолкера, который, оказывается, жил в теле Алина. Ну и наш знакомый мартовский заяц, который наш проводник, сошел с ума. Ну, то есть, как сошел с ума? Можно сказать, слетел с катушек. Ну, в общем, выяснилось, что у него шизофрения на самом деле. И поэтому быстрые перепады настроения у него. Именно поэтому он руку постоянно чешет. Он ее вообще чуть ли не нафиг в лохмоте разограл в прошлый раз. Это было жутко и неприятно. И хорошо хоть крупным планом из этого ничего не показали. И знаете, я вот еще думаю. Уже не помню, какая серия по счету у нас идет. В самом начале нас предупреждали о том, что здесь будет нецензурная лексика. Но вот сколько серий уже идет, я ее не наблюдаю. Да, какие-то грубые слова и выражения здесь действительно есть. Но прям, чтобы нецензурщина, прям вот вообще, от которой бы глаза на лоб лезли. Пока что ее не было. И меня это радует. Не хотелось бы на самом деле с ней столкнуться. Но тут уже что поделаешь. Итак, Гилберт встретился с чеширским котом еще. Как раз таки вот именно сейчас. Он вышел из дома подальше от Раби. Немножко поговорил с этим котом. Узнал, что у Раби шизофрения. А теперь идет обратно. Я не знаю, честно говоря, что он сейчас будет делать. Может как-то пытаться успокоить Раби. Может быть с Озом поговорит. А может вообще ничего делать не станет. Может быть эта ночь уже закончится. И они наконец-то продолжат свой путь. В общем да, вместе с чеширом они последовали домой. Точно. Тем более на этот срыв у него ушло очень много энергии. И теперь, несмотря на то, что он только что проснулся, он наверняка чувствует себя уставшим. Это как бы сравнивается с тем самым всплеском силы, который произошел у Гилберта при схватке, при его первой. Он ведь тоже тогда сильно устал. Это хорошо. Спасибо за объяснение. Хоть что-то я узнал нормально. Не за что. А я вновь посмотрел на тебя. А кто же это такой? Может Линк пресловутый, которого мы еще с вами не видели ни разу. Или Брейк. Или тот же самый Неа. Хотя Неа, он же существует в одном теле с Алином. Поэтому маловероятно, что он может быть здесь, наверное, как отдельное существо. Хотя кто его знает? Я что, стал музейным экспонатом? Еще ведь и ворон какой-то есть. Может быть мы еще и его узнаем? Что во мне такого? Я просто человек. Ну и Алиса. Да, действительно. Что в этом такого? Да, ничего. Мяу. Мне плевать, что ты Алиса. Ты мне нравишься за что-то другое. Мяу. А Гилберт же не знал, что это кот, кстати. Да, потому что этот кот сначала представился, кстати, кем он? Я уже забыла. Ну, в общем, каким-то призраком. А потом, когда Гилберт ушел из комнаты, Оз уже сам догадался, что это чешистский кот. Он. Он. А Гилберт по непонятной причине всегда боялся котов. Был рад увидеться. Кот. Знаете, вопля не хватает там. Я-а-а-а. Какого-нибудь. Окончательно поборол волнение, Оз поглаживал друга по плечу, полушепотом утешая его. Ну, знаете, друга, мне кажется, это сильно сказано. Они тут пару суток-то всего знакомы. Неужели от одних только воспоминаний может быть такое? Никогда даже не думал об этом. Хоть мы все устали за этот день. Раби ведь тоже переживает. Он нас так долго ждал. Наверное, это совсем не удивительно, то, что он... Оз, что случилось? А? В смысле? Обрав руку, Безариус заглянул в глаз своего друга. Раби больше не плакал, но выглядел несколько взволнованно. Как будто, знаете, его тело тоже чья-то чужая душа посещает какое-то время. А после того, как она исчезает, Раби ничего не помнит. Вот, да, видите, какой-то похожий процесс происходит. Я не помню, что случилось. Ты спросил меня про людей, а потом провал. Я не помню. Ну, ты рассказывал о людях, а потом Гилл прервал тебя, и ты отполз сюда и расплакался. Неудобно ему это говорить. Что? Все действительно было так? Да. Ты кричал и разодрал себе руку. А потом пришел Гилл и... Ну... Остановил меня, верно? Ну, да. Ха-ха-ха. Просто прекрасно. Я все загубил. С этими словами Заяц взялся за голову. Теперь он откажется идти со мной. Ну, да. Он может отказаться. Я смогу его уговорить. Не переживай. Ты убивал людей в ответ на то, что они делали с вами? Раби коротко кивнул. А... Что? Соня. Я... Я убил человека, который напал на нее. Так мы и познакомились. Кролик облегченно вздохнул. Спасибо. Несмотря на то, что он убил их, хорошо, что она... Ее... Я напугал тебя. Прости. Ничего, все нормально. Только руку больше не тиши. Ох, точно, твоя рука. Я совсем забыл. Вскочив на ноги, Оз начал осматриваться в поисках того, чем можно было бы перевязать рану друга. Она уже зажила. Шутишь? Нет. Сех на курточке, Заяц стянул перчатку с руки, демонстрируя чуть покрасневшую кожу, разве что испачканную в крови. Хорошо, что без каких-то детальных изображений, но, конечно, отметина очень хорошо видна. Здорово! Как у тебя это вышло? Что-то вроде регенерации, верно? Да. Меня таким сделал мой король. Зачем? Поэтому ты так долго живешь? Да, чтобы я нашел Алису. Именно для того, чтобы он нашел Алису, его сделали таким долгожителем. Да. Услышав, как в коридоре открылась, а затем неимоверно громко захлопнула из дверь, Раби и Оз подскочили от неожиданности. Гилберт вернулся! Сглотнув, Заяц приготовился к тому, что сейчас в комнату войдет злой, как черт, Найтрей. И будь что будет. Но Найтрей в дверях не появлялся. И тогда они вышли к нему сами. Точнее, вышел Оз, Раби за ним. На всякий случай. Говорят, у страха глаза велики. Воистину. А почему Гилберт такой напуганный? Вроде ничего страшного. А-а-а! Стоп. Это он кота так испугался, поэтому он вошел в дом. Это из-за того, что он понял, что все эти глаза без глазниц это чеширский кот. Вон оно что. Словно громом пораженный, Гилберт Найтрей стоял, прислонившись к двери, тяжело дыша и смотря в пространство перед собой, совсем, кажется, не замечая своих спутников. Даже в темноте было видно, как он побледнел. Был бы в прихожей хоть какой-то свет, он наверняка бы отражался от его белого, словно мрамор лица. Гил, что случилось? Ты весь бледный! Обеспокоенно пролепетал кролик, смотря на друга, но отчего-то не решаясь к нему подойти. Хотя для него это уже было второе потрясение за вечер. Раби же испытывал смешанные чувства. Ему не давал покоя стыд за то, что он устроил пару десятков минут назад, но вид того, кого он должен был беречь, как зеницу ока, был очень далек от удовлетворяющего. И поэтому там что-то есть, что-то напало, там кот прозвучало это таким могильным голосом, словно снаружи было что-то намного хуже. Но у каждого свои страхи, да. Я вот пауков, например, боюсь и там еще многих всяких вещей, которые другим могут показаться совсем не страшными. Так что нам следует принять во внимание тот факт, что Гилберт боится кошек и смириться с этим. В какой-то момент Раби впал в когнитивный диссонанс. Однако ему точно не послышалось. Слишком хороший слух исключал такую возможность. А Раби все-таки стремится нас оставить в живых за тем, чтобы доставить королю. Что же это за король такой? А-а-а, вдруг воодушевленно с улыбкой протянул Бизариус. Чеширский кот? Что? Ты знал, что он кот? Зайц не переставал поражаться. Этот крик был слишком уж похож на вобль отчаяния. Даже когда он кричал, его голос дрожал, причем не от ярости. Конечно, знал. Кос явно испытывал удовольствие от состояния своего друга. Кос, а ты чего такой садист-то? Ты же как никто другой лучше знаешь Гилберта. Так почему ты? Такой довольный. Да ладно тебе, ты же его не боялся раньше. Почему ты не сказал? Ты же знал, что я... Именно поэтому и не сказал. Но Оз... Так, стоп. Это точно Килберт Найтрейль? Это точно пятая Алиса? Что вообще происходит? Обескураженно думал Заяц. Какого черта? Если верить Озу всего каких-то 15 минут назад, этот человек едва ли не с применением грубой силы оттащил меня, мартовского Зайца, от кролика. А теперь... А теперь этот человек выглядит так, словно вышел на улицу и увидел, как к нему навстречу летит Бармаглот. Кстати говоря, да что от Бармаглота? Буквально вчера. Зашла в магазин. Увидела там... Стояла и Алиса в Стране Чудес, и Алиса в Зазеркалье. Взяла одну из них. По-моему, все-таки в Зазеркалье было про Бармаглота. Взяла, значит, я книжечку, читаю. Открыла на странице со стихотворением про Бармаглота. И, в общем, мои друзья знают, от чего я так офигела. Это был совершенно новый перевод. Книга была издана уже в 18-м году, я так понимаю. Это даже не то, чтобы полная книга, а было написано, что это пересказ. В общем, что-то такое. И это уже был не Бармаглот в новом варианте перевода, а Змея Грыч. Ну и вообще, все стихотворение было полностью переписано. Никаких тебе зелюков и мюнзиков в мове, никаких привычных Бармаглотов, ничего подобного. И я просто смотрю, как? Как можно опускаться до такого кощунства просто? Как можно? Зачем нужно было делать новый перевод для этой сказки, когда и старый был, в общем-то, вполне удовольствием? Зачем? Я уже просто... Профессия, которую я получаю, накладывает на меня свой отпечаток. Я уже книги читаю, смотрю, как они переведены, и отмечаю, где лучше, где хуже, как бы я сделала. Вот что-то такое. И просто я была в ниже силы. Что за нафиг? Зачем? Гарри Поттера уже испортили, теперь за другие книжки принялись. В общем, я консерватор по натуре, я за классиком. Он не Бармаглот. Его что, действительно напугал призрак Чешира? Да, Чешир от них не маленький, но разве это повод лишаться рассудка? Или неужели дело совсем не в Чешире? Ты что, котов боишься? Да, Гилберт, трусишка, трусишка, Гил! Оз! А вот это уже было произнесено с раздражением. Ну да, Оз слишком над ним подшучивает. Да, Чеширский кот ростом почти что в 3 метра. Ну, в принципе, этого достаточно, чтобы получить инфаркт. Но точно не так истерить. Нет. Хватит. Это зрелище настолько отвратительно, что даже не смешно. Хотя Оз получал от этого истинное удовольствие. Раби, кто выговорил? Зрелище, когда ты свою руку чесал, тоже было не смешно. Да вы смеетесь. Вдруг в сердцах бросил Раби, сам от себя такого не ожидая. Бояться котов? Что за бред? Дурдом! Вообще-то дурдом это... Это любимое слово Гилберта, так что не надо тут... Дурдом это ваша страна. Сменив страх на гнев, Найтри оттолкнулся от двери и быстренько ретировался на кухне под расстроенный вздох кролика. Гилберт действительно боится кошек. Я понял это, но еще не усвоил. Собственная прямота его буквально поражала. Закроем эту тему. Как хочешь. Пойду проведусь. С этими словами сам заяц вышел на лодку. Меня опять одного бросили. Раздраженно выдохнув, Оз собрался пойти на кухню. Но стоило ему переступить порог, как... Оз, выйди, я хочу покурить. Во избежание еще одного ненужного скандала, Оз покорно вернулся в маленькую гостиную. Он стал слишком часто курить. Надо с ним поговорить до возвращения Араби. Дурдом, говорит. Бояться кошек, это, по его мнению, дурдом. Значит, то, что происходит тут, это нормально. Как и то, что он устроил. Вот, вот о чем я и говорю. Это все нормально, по сравнению с моей фобией. И еще бы. Ведь я тут самый нормальный. Не докурив до конца сигарету, я потушила ее остол. Да что ж такое, я неправильно читаю. Заговариваюсь. В висках пульсирует. Голова раскалывается. Чертов кот. Он наверняка громаден. Я видел лишь глаза. Но наверняка одно глазное яблоко у меня бы в руки не поместилось. И чертов заяц. Ему это кажется ненормальным. Мне плевать, что ты, Алиса. Ты мне нравишься за что-то другое. А, это чеширский кот сказал, да? Бояться котов. Что за бред? Вдруг я просто не смог вдохнуть. Осознание пронзило ярко вспышка боли. Стоял бы я на ногах, точно упал бы. Что происходит? А так я лишь схватился за голову и низко наклонился. Мне показалось, что меня вот-вот вырвет. Какого черта? Они мешают тебе. Последствия силы. Все-таки бесследно не прошло. Вроде бы он уже успокоился. Но нет, опять на него какими-то волнами накатывает это состояние. Опять это... Избавься от них. Прекрати. Хватит. Я наконец смог вдохнуть немного воздуха. Голова продолжала болеть, но уже не так сильно. Видимо, меня все еще мучает эта чертова отдача после того, что было днем. Гилл, все нормально? Подняв глаза, я увидел Оза. Ох, я не заметил, как он вошел. Наверняка заставил его волноваться. Да, все хорошо. Просто голова вдруг закружилась. Ты вспотел. Тебе плохо? Убрав упавшие на мое лицо волосы, он приложил руку тыльной стороной к моему лбу, пытаясь измерить температуру. Я не знаю. Тяжело вздохнув, я перехватил кисть Оза и отнял его руку от своего лица, но отпускать не спешил. Все это время Оз крутился в компании Зайца, словно меня и рядом не было. Точнее, будто меня вообще тут нет. Еще эта дура с солисами. И эта сила. Он тоже мешает тебе. Я должен был проснуться сегодня в ковчеге, приготовить завтрак и уйти, отнести недописанный отчет в Пандору. А теперь я в этом безумном месте. Это из-за той силы, да? А? Я не сразу понял вопрос Оза. Более того, я даже не заметил, что все еще держу его за руку. Да, из-за нее. И из-за этого места в целом. Оно словно давит на меня. Особенно эта сила. Со мной тогда будто кто-то говорил. Я продолжаю его слышать. От этого так плохо, что почти невозможно стоять и дышать. Тогда просто упади. Ты... Ты что, издеваешься, что ли? Мелкий ты... А-а-а-а... Все-таки... Есть в нем что-то. Он кажется таким невинным снаружи, знаете, таким... Ребенком. Хотя на самом деле-то он вовсе не ребенок и вовсе не невинный. Интересное, конечно, это существо. Ха! Я твой господин. Если ты упадешь, я буду рядом и подхвачу тебя. Не волнуйся об этом. Вот как. Сначала подрасти сантиметров на десять. Аха! Как ты смеешь? Как грубо. Фууууу! Что это еще такое? Больше не буду волноваться за тебя. А вот сейчас мне его лицо нравится. Вот точно, как у капризного ребенка. Надулся, смотри. Больше не буду волноваться за тебя. Когда это снова начнется, надеюсь, что ты сможешь остановить меня Нет, какой же я дурак Свои проблемы я должен решать сам Я не должен взваливать это на ОЗА Я сам научусь управляться с этой штукой и больше не позволю ее управлять в мою Вот это правильный подход, молодец, Гилберт Гил Пойдем, отдохнешь еще немного? До рассвета, наверное, еще далеко Надо хотя бы чуть-чуть вздремнуть Да, действительно, какая же длинная-то ночь Уже сколько серий она не прекращается Или мне это кажется просто, но, по-моему, она уже очень-очень долго идет Ты все еще выглядишь неважно Да, хорошо Только входная дверь открылась и закрылась Наверное, Заяц вернулся О, Раби, мы хотим вздремнуть еще немного Во сколько мы двинемся в путь? Наши взгляды встретились, и он как-то странно посмотрел в сторону Что, все еще возмущаешься тем, что я боюсь кошек и что это ненормально? Думаю, мы выйдем сразу, как вы выспитесь Быть может, с рассветом О, отлично! Правда, Гил? Угу Ну что, пойдем? Сейчас, минутку Раби Чего? Где здесь туалет? Может, лучше на улицу сходишь? В доме туалет уже давно сгнил Сомневаюсь, что ты хочешь в него провалиться Сельские туалеты, лучше кайфа нет Но там же Его там, наверное, уже нет, Гил Когда я выходил, чешевского кота там не было Нет, я точно знаю Как только я сделаю шаг за порог, он сразу появится Я потерплю до утра Раздражение отразилось даже на лице Оза И в следующий миг, схватив меня за руку, он потащил меня к дверям Которые заяц предательски распахнул Я тебя отведу! Стой, подожди! Наверное, ничего унизительнее быть не может, когда тебя так вот вытаскивают Ой, божечки Но фобия есть фобия, и над ней, правда, лучше не смеяться Вот что есть, то есть И все же, какой он странный, этот Алиса Хотя, наверное, бояться этого вполне естественно Вздохнув, заяц поднялся на второй этаж Наверняка у тебя, у самого Раби, есть свои фобии, разве не так? Совсем не такой, каким я его представлял Жаль, что осталось недолго Наконец-то закончилась четвертая глава, дорогие мои друзья Для преждения доступны новые воспоминания Аллен Уолкер Вот это очень-очень интересно Мы вроде как про Аллена уже знаем Большинство Винсент... А, Винсент это брат Гилберта, все, да, я вспомнила Про Аллена же нам уже рассказали в предыдущей серии Довольно-таки много, но сейчас Сейчас мы сможем узнать кое-что еще про него, видимо Белый Будто бы снег Терпеть не могу, белый Молодое лицо, изуродованное шрамом Бледное, тоже почти белое Если не считать темно-розовый шрам Глаза цвета серебра неотрывно смотрят на витрину бокалей Может быть, это воспоминания об их первой встрече? Гил говорил, что какая-то она не очень хорошая у них произошла А потом, уже только потом они начали общаться А, нет, смотрите Со дня случайного знакомства с Алленом Уокером прошло почти пять дней Детали знакомства все-таки хотелось бы уточнить Гематома на скуле начала уже исчезать Как и четкие воспоминания о том вечере О, они подрались, что ли? Тем не менее, в памяти все еще оставался этот парень Белый Кажется даже сияющим И отчего-то невероятно печально После того вечера Гилберт и не думал Что встретиться с ним мной Тем более случайно Он даже не помнил, как тогда попал домой Из тех воспоминаний четкими были лишь некоторые образы В том числе и этот парень Добрый день, Аллен Заслышав свое имя, Уолкер вздрогнул и резко повернувшись к Гилберту Попятился назад Да, он перчатку носит на вот этой своей руке Которая у него как у оборотня Это мне напоминает Кстати говоря, есть сериал Хемлок Гроув И там была девушка Невероятно высокого роста И у нее, по-моему Пол лица у нее было закрыто волосами Там у нее глаз был, получается, один Ненастоящий, вставной И руки были тоже какие-то вот Как у оборотня, нечеловеческие руки Я уже точно не помню всей ее истории Но, по-моему, она в детстве умерла И ее каким-то способом вернули к жизни После клинической смерти Вот что-то такое В общем, она была весьма необычным существом И я ее очень сопереживала Все три сезона Найтри на мгновение пожалел о том Что решила кликнуть паренька Казалось, тот его и вовсе не узнал Гилберт даже сосомневался А не пристал ли он сейчас к случайному прохожему Ну, уж такого-то колоритного персонажа Я думаю, вряд ли можно спутиться С случайным прохожим Но нет Вот все тот же ужасный шрам Те же серебристые глаза Те же белоснежные волосы А стоило мальчику получше рассмотреть лицо Найтриа Как тот увидел уже знакомую Грустную и смущенную улыбку Господин Найтрий Рад видеть вас в добром здравии Добрый день Просто Гилберт Он хотел сказать что-то еще Но вдруг потерял мысль Еще бы Ведь сказать, по сути, больше нечего Между мужчиной и парнем Повисла неловкая пауза Во время которой, пытаясь подобрать слова Гилберт вновь осмотрел своего собеседника С ног до головы и заметил довольно увесистый заплечный мешок Кто из них мужчина, а кто парень, мне интересно По-моему, они оба примерно одного возраста Куда-то собираешься? Олкер удивленно вскинул брови Ну, конечно, как будто это мое дело Знать, куда он собирается пойти Нет, я просто прогуливаюсь А вы? Теперь уже удивлялся Гилберт Прогуливается С такой огромной сумкой за плечами Да вот, решил за продуктами выйти Вот как Что ж, удачи вам Я слышал, что сейчас стали часто продавать Незвежий товар Правда? Буду внимателен Вновь повисла неловкая пауза Никто из них не спешил уходить Но и вновь завести разговор тоже Они просто смотрели друг на друга Теперь мальчик стал казаться ему Непостижимо уставшим Привлядевшись, Гилберт заметил Что под глазами у Валлина Начинали появляться черные круги Веки были красными и немного припухшими Особенно на левом глазу Через который проходил злополучный шрам С тобой все в порядке? Да, со мной все хорошо Улыбается и врет Совсем кокос Ты надолго в Ливерье? Хотелось прочитать, знаете, это как Ливерпуль Вот я и замешкалась на секунду Куда ударение заставить Ливерре Ливерре Наверное, Ливерре все-таки Еще не знаю Посмотрю по обстоятельствам Вот как Знаешь, я совсем не помню Поблагодарил ли я тебя тогда Но спасибо И Не стоит благодарностей Но мне приятно Он пытается от меня отвязаться Вы помогли мне Я помог вам Поэтому не думайте, что вы должны мне Ага, видимо на Гилберта кто-то напал И Ален его спас Но Совсем как ос Ален Да Ты ведь в гостинице остановился Может мне Не надо Правда, не надо, господин Гилберт Тебе негде остановиться? Почему вы так думаете? Твои вещи Ты ведь не на прогулку с ними вышел Да, действительно Тогда я могу помочь тебе устроиться или Мягко прервав его Уолкер отрицательно покачал головой Не надо, господин Гилберт Со мной все будет в порядке Не стоит переживать Он прямо как ос Он будто бы сияет Прямо как он Но его свет Такой холодный Как снег Да, Ален, конечно Интересный персонаж Интересны его взаимоотношения С Гилбертом И в принципе интересно Почему Так, подожди Нет, мне не нужно перезаписывать игру Мне нужно просто вернуться назад Просто с самого начала Нам показали Алена и Лави Лави В принципе нам По-моему Как мы вот провалились в эту бездну Так нам его и не показывали Только Араби у нас идет И все И даже про взаимоотношения Алена и Лави Тут ни слова не сказано А я сначала подумала Что именно они будут главными героями Но тут так все по-другому повернулось Ладно, едем дальше Пост Безариус Отпрыск одного из четырех Великих герцогских домов Мы впервые встретились 15 лет назад Его дядя Герцог Оскар Безариус Нашел меня раненого и без сознания В саду загородного поместья Безариуса Я не помнил ничего Кроме своего имени Тогда я и стал слугой Оза А через пять лет Озу исполнилось 15 И он пригласил меня На церемонию совершеннолетия В качестве своего близкого друга Но до церемонии Моим сознанием Завладела цепь Одной из Баскервилл Долдам И таким образом я оказался Причастен к тому Что моего господина Низвергли в бездну То есть есть еще какие-то Баскервилли И выходит, что Гилберт Сам виноват После этого Меня усыновил дом Найтрей В котором я встретил Своего родного Младшего брата Винсента Все-таки он его родной брат Но Тогда В смысле Его усыновили Или Винсента до этого Тоже усыновили Просто А что тогда случилось С Винсентом Короче вопросов много И в итоге Я заключил контракт С цепью дома Найтрей Ворон Все-таки Кто такие цепи И почему они так важны Непонятно Все это я делал Только для того Чтобы вернуть Оза из бездны Все ради моего господина Я использовал Все, всех и вся Ради него? Да Лишь для него Все это? Верно Почему? Потому что я предан ему И так было все 10 лет Ты не жалеешь об этом? Нет Ведь все это было ради него Интересно С кем он разговаривает? Почему? Что почему? Почему ты так помешан На этом мальчике? Ведь он всего лишь Ребенок из знатной семьи Это единственное Ваше отличие Почему ты бегаешь За ним словно шапка? Замолчи Почему ты все еще Его слуга? Почему ты не можешь Быть сам по себе? Ты ведь даже Не думаешь об этом? Заглохни Ты вправду готов Пожертвовать всем Ради него? И своими друзьями тоже? Ради этого Мелкого сопляка? Почему? Я не понимаю этого Закрой рот! Не смей оскорблять Моего господина Во сне я сорвался Буквально на вопль Не верилось Что этот крик Мог принадлежать мне Он был переполнен Злобой и ненавистью Но глаза открылись А крик продолжал Стоять в ушах Вместе с узом Мы окончательно Доломали почти Сломанный диван На этот акт вандализма Нас подбил чертов заяц И вооружившись Одеялами Устроились на нем Заяц же Как и прежде Устроился на полу Однако Теперь его тут не было А крик все еще Стоял эхом У меня в голове Нил Что слов? Не успел Оздо говорить Как я схватил Кобуру с револьвером И выскочил из комнаты Кричал Чертов заяц Это точно Но я даже думать Не хочу о том Что его повергло В такой ужас Наверное На гадость какую-то Наступил Что опять случилось С Раби Опять приступ какой-то И какого черта Его угораздило Пойти под утро Осматривать Дурацкий дом Поднимаясь наверх Я заметил Как слабый свет Падает на ступени И я не ошибся Что случилось Рыжая причина Нашего пробуждения Стояла перед Единственной дверью Третьего этажа Над его рукой Парил достаточно большой Сгусток огня Стоя в дверях Открытой комнаты Он видимо Осматривал ее Я не мог Видеть его глаза Но я видел Как его зубы Обнажились в аскале То, что его напугало Несомненно Находилось в комнате И прежде чем Я успела Чем-либо еще подумать Я заглянул на нее Раби Какого Черта Вы это видели, да? Огонь погас Дверь захлопнулась Собираемся Мы уходим Заяц Заяц потащил меня Вниз по лестнице Схватив за руку А мой мозг Все еще пытался Собрать воедино Все то, что я видел Буквально мгновение Свисающие с потолка Ноги Усыпаны Пельями И орошенный Кровью пол Но я честно говоря Многого не разглядела То, что там Кровь везде была Это да Но и только Какого Откуда там взялись Трупы Что Что это было Мать твою Но ведь первый раз Когда мы туда заходили Мы ничего не видели Мы чувствовали только вонь Ну я так и думала Что там Что-то этакое лежит Я ясно видел В свете огня Кровь была свежей Словно ее только что Выплюснули на пол Уж я-то знаю Как подобное выглядит Я резко затормозил На лестнице Заставив Остановиться И Заяц Его рука Крепче сжала Мою чуть выше локтя А потом он ясно И четко произнес Чеширский кот Больше не рад Нашему присутствию Мы должны Уйти немедленно Кот В каком это смысле А впрочем Не важно Тогда уходим Кивнув Он вновь повел Меня вниз Это ты хотел сказать Что это все дело Рук Чеширского кота Было что ли С чего он так Внезапно переменился Хотя Зачем я задаю Этот вопрос Мы же находимся во сне Тут всякое может случиться Гил Раби Что случилось Собирайся Ос Мы уходим Протараторил вперед Меня Заяц Все еще не отпуская Мою руку Спустившись вниз Он меня в конце концов Отпустил И прошел вслед за узом В комнатку Служившую нам убежище Я же отошел От лестницы Поближе к входной двери Не хотелось бы Чтобы оно вдруг Взяло и спустилось Ко мне На Зайце не царапины А кот призрак Тогда откуда там Взялись трупы И что они не поделили Я думала Это старые трупы А тут видимо Свежие чьи там Так что случилось Я не понимаю Кос первым Вернулся ко мне Вслед за ним И Заяц Стало чуточку спокойнее Уходим Ну скорее Просто мнимый Хозяин дома Решил поиграть С нами в игры А я сомневаюсь Что вы хотите играть Поправляя жилетку Усмехнулся Заяц Ох Как я с ним согласен Совсем не хотим А что плохого В играх Чешира Бросив взгляд Во тьму В которой пропадала Лестница При подъеме На второй этаж Кос поднялся На несколько ступенек Но прежде чем Я успел сказать Хоть слово Раби схватил Его за руку Он играет Не по правилам Ужасно играет Нечестно Что такое А Заяц Неужели мои игры Так сильно тебя напугали Голос дурацкого кота Доносился сверху Снизу Справа из столовой И слева из комнатки Он словно был везде А потом Медленно переворачиваяся В воздухе Черные перья Посыпались с потолка Раби застыл в ужасе Оз же в полутрансе Наблюдал А я Вспомнил свою цель И первым сориентировался В ситуации Раби Уходим Быстро Придя в себя Заяц сразу же Потащил Оза к двери Которую я уже успела Открыть Чуть ли не снеся Ее с петель Я думала Гилберт в этой ситуации Вообще испугается И будет стоять Как оцепеневший Потому что он же боится кота Но вы посмотрите Сумел взять себя в руки Молодец Да что случилось Предрассветная страна чудес Встретила нас Прохладным сырым воздухом Заставив меня Совсем проснуться И прийти в себя Заглопнув дверь Старого дома Я сбежал По небольшой веранде Вниз И двинулся Вслед за Раби И господином Может хватит Его за собой тащить Ты же любишь Перья Что ты так бежишь Вновь услышав Голос кота Мы все синхронно Я повернулся Обратно к дому Но там никого И ничего не было И тогда меня Вдруг осенило Посмотреть навек Луна О господи Ёлки Слушайте Если бы я увидела Такую луну Я бы тоже Испугалась Да и сейчас На нее жутко Как-то смотреть Этот кот Он говорил Через нее Как такое Вообще возможно Здесь клоны Похож на треснувший Хрустальный шарик Бездна Ладно бы Если бы Просто треснувший Шар Он улыбается И будто бы Смотрит на нас Это выглядит Столь же забавно Скоро и жутко Ты Ты не сможешь Долго удерживать Начало дня И что Снисходительно Поинтересовалась Луна Я хочу Наиграться С тобой Вдоволь Наиграться Так что же Ты сделал Кажется Камин в гостиной Все еще горит К нашему Созам удивлению Дом изнутри Охватило пламя Заставившее Нас оторвать Взгляд На луны Вау Это Раби С магией Применил свою Я попятился Назад Пламя бушевало Поглощая Древнее строение Огонь Так быстро Распространялся Что становилось страшно Я стоял Метрах в десяти От дома Но чувствовал Как меня обдает Жаром Так словно И остались Совсем рядом А там же Кукла Алина Осталась Неужели это значит Что Алин тоже Сгорит И ее умрет И я не знаю Может можно Как-то его Спасти оттуда Этот тупой Заяц Хочет нас Зажарить Прекрати Прекрати Живо Потуши его От этого Крика Сверху вниз По телу Прошла волна дрожи Он был Невыносимо громким Зачем Мне и так нравится Ужас Вот это реально страшно Тварь Лучше бы такое Отвратительное Существо Сгинуло В самом Начале Луну Резко Загородили Облака Или она Просто Растворилась А пламя Охватившее Дом Погасло Вот это Ужастик При этом Заброшенное Строение Было абсолютно Цело Даже Горящим Деревом Не пахло Он Убил Его Он Сгорел Совсем Спросил Потрясенный Господин Нет Он Цел Идемте Этот Заяц Он Не так Его Понял Глупое Животное Раньше Выйдем Быстрее Дойдем И покончим С еще Одной Алисой Так что Вперед Может Ты потрудишься Хоть немного Объясниться Обернувшись Я увидел Как заяц Спешно Спускается По опушке В лес Буквально Сбегает Эй А ну Стой Выпустив Из рук Кобуру С оружием Я бросился За рыжим Я Из револьвера Заставлю Его Говорить Правду Гил Гил Подожди Я Сказал Стоять Наконец Догнав Раби Я положил Руку Ему На плечо И заставил Развернуться Ко мне Какого Черта Сейчас Было Не волнуйся К вам Это не имеет Никакого Отношения Неужели На секунду Всего на секунду По его взгляде Вновь Мелькнули Та дикая Злость И то Недовольство Что я видел С самого Нашего Появления Он Сейчас Напоминал Психопата Который Вовремя Надел На себя Смирительную Рубашку Чтобы Не наделать Глупостей Он Промолчал Но Всем своим Мидам Дал Понять Еще Немного И он Сорвется Повторяю Это касается Лишь Меня Что бы ты там Себе не воображал У нас Общая цель А у меня Есть задача Довести тебя И кролика До замка Моего господина И я ко сми Лягу Но выполню Это поручение Стряхнув Мою руку Он посмотрел Мне за спину На Оза Не надо иметь Глаза на затылке Чтобы понять Что господин Стоит рядом Послушайте Я не хочу Лишних проблем Я просто хочу Выполнить Свою задачу И забыть о ней Как только Она будет выполнена Думаю Ты разделяешь Моё желание Он вновь Посмотрел на меня Да Разделяю Как можно Сдержаннее Ответил я Вот и хорошо А теперь Давайте продолжим Путь Развернувшись Он вновь Пошёл в лес Я стоял И смотрел ему В спину Злость Всё продолжала Накатывать Хорошо Что я выронил Оружие Когда пошёл за ним Я бы наверняка Пристрелил его Прямо сейчас Гил Успокойся Раби прав Что значит Успокойся Пожалуйста Хорошо Ос Я не могу с ним спорить Как бы мне не хотелось Вот и хорошо Вздохнув он Протянул мне Мою кобуру С револьвера Только пожалуйста Не делай глупостей Я знаю Что ты не доверяешь Раби Но он на самом деле Неплохой И он действительно Хочет нам помочь И ещё бы он Этого не хотел Хорошо у вас Повторил я Бирая у него Кобуру И закрепляя её На бедре Мне придётся Терпеть Просто терпеть Но даже Брейк За все десять лет Не выводил меня Так как этот Заяц Кил Что? Убейте его Это что такое? Это где? Это на траве? Кем бы ты ни был Но ты не представляешь Как мне этого хочется Всё в порядке? Эм Да Раби Там на земле Была надпись А? Это Чешир Не стоит волноваться Днём это максимум Того на что он способен Не забывайте Он призрак И всё что он может Это показывать образы И пугать День третий Ну что ж ребята Начинается третий день И давайте-ка на этом Мы с вами Закончим серию Остальное прочитаем Уже в следующей Наконец-то Мы выбрались Из этого особняка Наконец-то Наступил следующий день Наконец-то У нас сейчас пойдут Какие-то новые сцены Я надеюсь Мы уже И с следующей Алисой Сейчас повоюем Или Я уже не помню По-моему Мы сейчас идём К четвёртым А после четвёртых У нас будет вторая А потом уже третья В общем Как-то в такой Последовательности Ну что ж Действительно Было очень жутко На моменте С Луной Которая Изображала Мурду Чеширского кота Ну и вообще В целом Серия была Познавательная Чуть-чуть про Алина Чуть-чуть про Оза Мы наконец-то Ну выяснили мы Что Килберт В общем-то Всё изначально Делал Именно ради Своего господина Именно Потому что Когда-то его нашли Именно рядом С домом Оза Он теперь так Ему и предан Ну что Возвращайтесь В следующих сериях Не забывайте Также смотреть Другие летсплеи От нашей дружной команды Всем Всего хорошего И пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok